Александр Ларин Александр Ларин Александр Ларин в прямом эфире если кого-то он там вот зацепит по-хорошему вы захотите посмотрите вы еще раз или репостнуть то у вас есть такая возможность есть уже он выложен в транслятор но выложен в посту ссылочку мы собственно хотя зачем ссылочка вот смотрите в группе как это правильно сказать кто знает компьютерщики в общем есть пост и есть опубликованный сегодня но и вчера вечером опубликован 23 40 по моему фильм смотрите принимайте фильм включай дим маша дай варежки с печки пожалуйста какие варежки что сам взять не можешь я буд а ты чего колючая такая чего да ничего а ты вообще помнишь какой сегодня день затмение хорошего настроения что ли все шуточки да а у нас между прочим сегодня пять лет со дня свадьбы забыл да и чего только за тобой бегала да помню помню я за лаптой а ты за тобой да едем на фестиваль да здрафист какой-то да я сама не знаю что там будет да с ним да он за своей лаптой едет а я сама знаешь за ним не все поехали поехали ла 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 а и и и сдалась тебе это лапта играл бы футбол как все ехать бы никуда не пришлось ты один раз увидишь сама все поймешь это игра на футбол как все как будто у меня в крови внутри меня живет вот тебе что не нравится ради чего ты на все пойдешь разве что ты ты нет а смотрите пока я пойду кое-что узнаю а и 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 я узнал лапта там будет и странно тут все что странно ну люди почти все улыбаются обнимаются пьяные что ли нет тут трезвая территория просто счастливая это что у вас форма такая да русская рубаха а чем шорты майки не устраивает а почему мы не свое должны носить в эту рубахе силища знаешь какая мне ее мама сшила ой не думала что ты такой сентиментальный эй парни пойдем играть о а ты что новенький я вообще та девушка не видно что ли а чего в штанах ну вообще сейчас все так ходят кто все ну не знаю но в городе точно все ходят ладно я на разминку юбочку выбираешь красавица да нет так смотрю просто на юбки не смотреть надо носить ты вообще знаешь как юбка на женское здоровье влияет ты не знаешь мужик еще да нет то то и оно неужели вы думаете что это из-за юбки не думаю а точно знаю ты же как парень выглядишь они тебя за своего принимают мы же не в голландии чтобы мужик на мужике женился женщина энергию земли под куполом юбки собирает и усиливает ее понацепляет на себя джинсы потом бегают по больницам бесплодие лечат мужская энергия по другому работает и под себя организм подстраивает поняла поняла вот смотри платьишко какое на к примерь о хорошее платьишко чего бы не примерить то ну вот другое дело только косы не хватает а давай я тебя заплету а ты с кем приехала с другом мы с ним с самого детства дружим у нас квартира рядом он лапту очень любит а я его а девчонкой мечтала я о любви и вот повстречалась с тобою я рядышком буду лишь позови ведь ты мне дарован судьбою а поле а у у а а у у у у у у у Да ты что, мазила? А ты что, играть не умеешь? Ты ему зачем так сказала? Посмотри, как ему непросто. Ну а что он как мазила? Ой, всякое бывает. Ты бы лучше его поддержала. Если бы с твоей поддержкой, то он бы 10 баллов в команде принес. Миша, азартная это ваша игра, лапта. Ага. Да, и ты такой быстрый. Ты так здорово вернулся от того здорового, который в тебя метился. Я даже дышать забыла. Только потом вспомнила, что вдохнуть надо. А здорово, что ты со мной поехал. Какое у тебя платье красивое. Коса тебе идет. Ладно, я побежал. Иди, я в тебя верю. Давай, пошли, Илья. Давай, давай, давай. А добрая это ваша игра, лапта. И фанатов нет, и никто не дерется. Это не за деньги игра, а для развития тела и духа. Там свадьбу природную сегодня устраивает. Пойдем, поучаствуем. Пойдем. Есть только двое. Мир замок, все трепет восхищенья. Рука в руке, будто замок. Навек и на мгновенье. Пусть даже на короткий миг Зажглись глаза неплохо. В сиянье их безмолвный крик. Пришла любви, эпоха. Все разделились на двоих. Да не глянешь пары. Луна и солнышко для них. Для них молчат фанфары. Для них глядятся звезды в пруд. Струятся ладопады. И мимо них года плывут. А их в главе не рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Так жили Наверняка многих этот фестиваль объединил Да, думаю, многих Кстати, выходи во двор, у нас для тебя кое-что есть Хорошо Мама, папа, вы где? Ты светлый герой, муж мой дорогой Я как за стеной рядом с тобой Я как за стеной рядом с тобой Маша, иди к нам! С тобой, моя Мария, уже пять лет живем И чувствую к тебе, милая, все ярче с каждым днем Ценю тебя, мой ангел, как детскую мечту Люблю тебя, Мария, больше, чем лапту А у нас для тебя кое-что есть Доча, неси Ой, что это? Я люблю это на самолет, на Байкал Здорово! А у меня тут для вас подарок есть Полетим уже вчетвером Скоро у нас будет еще один малыш По имя любви По имя радости По имя света И добра По имя любви По имя радости По имя света И добра По имя любви По имя любви По имя любви По имя света И добра Прошу. Всем здравствуйте, друзья. У нас поэтический вечер в Гуслице. Это Здравфест. И с вами Юрий Яковлев, Олеся Ладная и... Олеся Дражина. Олеся Дражина. Загадывай желание. Сегодня необычный вечер. Это единственный поэтический вечер в фестивале. Поэтому мы предстали сегодня вам вот в таком новом составе. Сегодня на поэтическом вечере, который продлится всего-то, всего-то столько много драгоценных минут, будет целых трое ведущих, которые тоже поделятся с нами своим. Поэтическим творчеством. А кто-то будет благодарным слушателем. И просто красивый ведущий. Ну, мы почитаем стихи собственного сочинения. Также еще выступит несколько людей, которые тоже выразили желание проявиться и поделиться своим творчеством. И мы еще прочитаем стихи известных классиков поэтов тоже. Надеюсь, для вас и для нас будет сегодня много приятных сюрпризов, душевных переживаний и просто чего-то важного, что происходит во время сегодняшнего поэтического вечера. Точнее, произойдет еще. Все это предстоит нам увидеть прямо сейчас и услышать, конечно же. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ловите волну, настраивайтесь на творческий лад. И пусть каждый из вас сейчас будет рад. Уже стихи полились. У нас, друзья, поэтический вечер начинается. Расслабляемся, получаем удовольствие. И я пошла занимать, пожалуй, самые вольготные места. Самые лучшие места. С чего же мы начнем, Юрий? Вот знаешь, вертится на языке сейчас стихотворение Киплинга, очень известное, про человека. Оно такое показательное, можно с него начать. Быть человеком – это важно. Важнее, чем быть хомяком. Или хомяк, он тоже может стать человеком. Это я, собственно, вспоминаю просто вчерашний концерт Евгения Шадрова. Да, да, да. В каждом хомяке живет настоящий человек. Прошу. Киплинг – человек. Владей собой среди толпы смятенной, Тебя клянущей за смятенье всех. Верь сам себя наперекор вселенной И маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди не уставая. Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать. И не кажись прощая, великодушней и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтания И мыслить мысли, не обожествив. Равно встречая успех и поруганье, Не забывая, что их голос лжив. Останься тих, когда твое же слово Калечит плут, чтоб уловлять глупцов. Когда вся жизнь разрушена, И снова все надобно воссоздавать со снов. Умей поставить в радостной надежде на карту Все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде. И никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы тела, тебе служить. Когда в твоей груди уже давно все пусто, Все сгорело, и только в воле говорит, иди. Останься прост, беседуясь с царями, Будь честен, говоря с толпой, Будь прям и тверд с врагами и друзьями, Пусть все свой час считаются с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, Часов и дней неумолимых бег. Тогда весь мир ты примешь, как владенье. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Благодарю за внимание. А сейчас приглашаю на эту сцену Надежду Светлячок. Поприветствуем. Она прочитает вам стихотворение собственного сочинения. Добрый вечер. Путь трансформации в любви, Божественном, священном мироздании. Такая сила нам дана, Чтоб изменить свое сознание. Начнем с себя, Божественно прекрасных. Потом поможем остальным, Кто хочет, кто готов к вершинам. Весь мир любовью пропитаем, Любовью чистой и святой, Что все вокруг хранило тайну Священной, искренней душой. Душой божественно прекрасной, Как солнечный восход в тиши, Как космос в нашем мироздании, Как ручеек среди листвы. А сейчас с вами поделится своим творчеством Роман Макраусов. Давайте поприветствуем его тоже аплодисментами. Здравствуйте, друзья. У меня редко пишутся стихи, Но иногда пишутся. Вот одно из них, которое пришло ко мне, Стихотворение. Прошлым летом я, находясь в Москве, Написал такое стихотворение. Назвал его «Земной путь». Всем нам бывает нелегко На этом жизненном пути. Земной же круг тогда легко, Коль с небом дружен ты, идти. Ногами стоя на земле, Небес вмещая глубину, Крупицы мудрости, чудес, В жизнь воплощая, Как струну щипаешь пальцами, Аккорд звучит красиво, Глубоко небесный образ по земле Парит и дышит. Так легко вбирать его в себя, Любя, передавая жизни вкус. Прекрасна музыка дождя, туман, И с неба солнца луч Через листву скользящий вниз. И пение птиц в тиши лесной, Как поцелуй земли с небес, Струится в душу мир. Покой. Еще одно, да? Мне сказали, что можно не только авторские стихи почитать, А я очень любил читать стихотворения с детства. В общем, я до сих пор помню стихотворение, которое мы учили в школе. Письмо Онегина к Татьяне. Помните? Девочки учили письмо Татьяны к Онегину, А мальчики учили письмо Онегина к Татьяне. Помните? О, да, Олеся, сейчас придешь, почитаешь. Предвижу все. Вас оскорбит печальная тайна объяснения, Какое горькое презрение Ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, Быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, В вас искру нежности заметя, Я ей поверить не посмел. Привычки, милая, не дал ходу, Свою постылую свободу Я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, Несчастная жертва лен скипал. Ото всего, что сердцу мило, Тогда и сердце оторвал. Чужой для всех ничем не связан, Я думал, вольность и покой Замена счастью, Боже мой, Как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, Повсюду следовать за вами, Улыбку уст, движение глаз Ловить влюбленными глазами, Внимать вам долго, понимать Душой все ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, Бледнеть и гаснуть. Вот блаженство. Но я лишен того для вас, Тащу повсюду на удачу, Мне дорог день, мне дорог час, А я в напрасной скуке Трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, Век уж мой измерен, Но чтоб продлила жизнь моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я. Боюсь, мольбе моей смиренной Увидит ваш суровый взор Затеи хитрости презренной. Я слышу гневный ваш укор, Когда б вы знали, как ужасно Томиться, жаждая любви, Пылать и разумом всечасно, Смирять волнение в крови, Желать обнять у вас колени И зарыдать у ваших ног, Излить мольбы, признания, пении, Все-все, что выразить бы мог, А между тем притворным хладом Вооружать и речь, и взор, Вести спокойный разговор, Смотреть на вас веселым взглядом, Но так и быть, я сам себе противиться Не в силах боли, Все решено, я в вашей воле И предаюсь своей судьбе. Благодарю. Поблагодарим еще раз Романа Макроусова, Как он душевно, проникновенно прочитал, Да, девицы, откликнулось у кого-то? Сердечко. Роман Макроусов, между прочим, Не зря читает такие стихи. А на эту сцену мы приглашаем Такая такая притча, юмористическая, Она в то же время мудрая, философская, Но в то же время она такая с юмором. Вот и ею я и хочу поделиться. Называется она «Притча о дураке». Автор этой притчи Валерий Калашников, Город Тольятти. Но сразу оговорюсь, Что дурак – это такой человек, Которому легко живется на свете, Потому что он ни на кого не обижается, И, соответственно, ему, собственно, Вот и прощать-то некого, И на душе у него легко. Вот он так очень легко к жизни относится. Все, что происходит, принимает. Вот о таком человеке моя притча. В старом городе известном Жил да был один чудак. Он для сказки интересен Только тем, что был дурак. Никогда не плакал сроду, Только песни распевал. Есть захочет, шел работать, А не хочет, так гулял. У других водились деньги, Одевался кто как мог. А дурак, что в воскресенье И что в будни без сапог И без шапки с голым пузом По двору собак гонял. Говорил, шо деньги, Мусор в общем дурака валял. Но однажды на смех курам Да на радость дуракам Распоследнейшую дуру Увидал издалека. Поздоровался, смутился, Улыбнулся так и сяк, А на третий день Женился. Ну скажите, не дурак? Денег нет, Три дня знакомы, Один сарай вместо дома, А у дома ни кула и ни двора. Стала дурочка хозяйкой, Он хозяином живет, День бренчит на балалайке, Она ему поет. День проходит за игрою, Ночь за сказкою течет, И у дурочки зимою Появился дурачок. Ничего не изменилось, Миловались через край, Будто только поженились, Переделали сарай, Перекладывали печку, Горку клали у избы, Летом бегали на речку И ходили по грибы. Увидали это люди, Тоже счастье подавай, Раз красивая посуда, Два побольше каравай, Три, четыре, восемь, десять, Счастья нету, Все не в счет. К морю ездили на месяц, Может, счастье там живет. Всем пытались и работой, И рблем прибрать к рукам. Счастья не было, и все тут, Но везет же этим дуракам. А они прекрасно жили, Горевали так втроем, Денег нету говорили, Ладно, так мы проживем, Но ненастье так ненастье, Босиком так босиком. Знаете, а это? Счастье. Быть хорошим дураком. Благодарю. И приглашаю снова на эту сцену Вдохновителя, я бы так сказала, Человека, благодаря которому, Пусть наш небольшой, Такой уютный, Но все-таки состоялся Поэтический вечер. Снова на этой сцене Юрий Яковлев, друзья, Под ваши аплодисменты. Благодарю, Олеся, Очень весело стихотворение было. Ну, отлично. У нас, кстати, Прибывает и прибывает Количество зрителей, Это очень радует. Надеюсь, вам тоже нравится Выступление. И сейчас мы продолжим. Я хочу вам рассказать Стихотворение Авторского сочинения, Называется «Никто». Шел странник, наблюдая за ногами. Была зима, И ветер колыхал пальто, Природа кутала Москву снегами, И странник шел По имени Никто. Никто шел в никуда, Понять не трудно. Шел не спеша, В запасе ведьга, Навстречу толпам непробудных, Кто шел куда, А он вот в никуда. Он был никем, Нигде родился, И не рождался он, Не умирал, Он никуда по жизни не стремился, Нигде не был, Нигде не побывал. Никак себя не чувствовал он тоже, Ни с кем знаком он не был, очевидно, И никому он в жизни не поможет. Никто, Нигде, Никак, И не обидно. Он шел в пальто, Поднятый воротник, Шарф вязанный, И шапка, Как с монаха. Глядел он внутрь, Себе в душу напрямик, Внутри ни боли не было, Ни страха. Сплошной кой, Пространство пустоты. Он ощущал себя никем, Нигде. Сжигая к личности своей мосты, Он полностью доверился судьбе. Свет в пустоте горел, И жизнь бежала, И это был кристалл его души. И чтобы доступ получить к кристаллу, Он свое эго безвозвратно задушил. Благодарю. Знаете, Вот в процессе, Когда начинают другие люди делиться своим творчеством, Вот у других людей тоже возникает желание, Что-то вспоминается такое, Что, наверное, было давно забыто, И тем не менее вдруг оно всплывает. И вот сейчас Олесечка Дражина, Она сказала, Ты знаешь, А я вспомнила стихотворение. Все мы с вами в принципе родом из детства, И практически все нашего возраста люди, Вот, которые находятся сейчас на фестивале, Мы все учили с вами в школе. И наверняка у вас со школы Какие-то такие интересные воспоминания связаны. Вот Олесечка, Она тоже вспомнила такое стихотворение. Олесечка Дражина. Готовься. Вспомнила такое стихотворение, Которое называется «Школьник». Поэтому, друзья, Встречайте ее вашими теплыми, Вот такими вот аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ КОМНЕ, ДРУЖОК! Отдала четверточок, Чтоб соседская купчиха Подарила на чаек. Или, может, ты дворовый Из отпущенных? Ну что ж, Случай тоже уж не новый, Не робей, не пропадешь. Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик По своей и Божьей воле Стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете Кто-нибудь свезет в Москву, Будешь в университете, Сон свершится наяву. А там уж поприще широко, Знай, работай, да не трусь, Вот зато тебя глубоко, Я люблю, родная Русь. А сейчас на этой сцене Перед вами выступит Анастасия Куприянова Со своим стихотворением. Давайте поприветствуем. Здравствуйте. Поскольку нам не разглядеть Весь путь до пристани конечной, Возможно, то простое счастье, Почти отчаянное, так? В судьбе уверенная щепка В ручье плывет реке навстречу, Покинув маленькую бухту Между двух рассохшихся коряг. Здесь от полуночи к рассвету, Как колыбель волну качала, Летели маленькие брызги, Кружилась темная вода. Здесь мой отправился кораблик От карандашного причала, Кровом большой лоскутной чайки, Тугея выгнув паруса. Он будет плыть сквозь дни и ночи, По звездам путь свой отмеряя. Из щепок корпус будет прочен, Нить над бушпритом, как струна. Он будет радоваться жизни, Он за меня увидит море. Его на ласковых ладонях К простору вынесет река. Как бы там ни были трудны Потока бурные изгибы, К бесстрашным крохам милосердны Вода земли и небеса. Все, кто отплыли до зари, Своими звездами хранимы, Все, кто беспомощно, беспечны, Смелее верят в чудеса. Литературно-музыкальная композиция Про зайца. Еще одна юмористическая страница В нашем поэтическом вечере. Расскажу вам историю про одного зайца. Он такой заяц лихой, Но было дело, достал из зайчишки с лихвой. Он парень смелый, он парень хоть куда, Но часто в его зайчую голову Приходила всякая ерунда. То чувство вины, гнев, обиды, Сомнения тсю, какое наважденье. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. И прочитал он много книг о любви. Они были такие вкусные, как капуста, Но было сладко, так, на миг внутри, А потом опять на душе пусто. А страсти все одолевали, Они, коварные зайчишки, жить мешали. Но он боролся с ними смело, И вот однажды наш зайчик понял, В чем дело. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Он хотел быть заяцем счастливым, Он хотел быть заяцем радостным, Но чтобы в форме быть, Приходилось ему трынь траву косить. И вот уже от косы руки устали, А страсти все одолевали. Но тут один серьезный медведь, Который к тому же еще умел и петь Про жизнь, где много капусты и моркови, Сказал, заяц, все дело в любови. Но чтобы счастливым быть, Надо все, что есть вокруг, И в тебе полюбить. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Уравновесить все в себе, Гармоничным стать, Только так можно счастье И радость познать. Сказал медведь И научил всех-всех зайцев петь. Ну что, зайцы, Выучили уже слова, я надеюсь? Споем вместе. Давайте. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Ах, заяц, длинные уши, Только сердце свое слушай. Ура! Ура! Благодарю и наш небольшой, Но все-таки состоявшийся Прекрасный поэтический вечер Завершат два стихотворения, Одно из которых прочитает Надежда Светлячок. Она читает тихо, Но, наверное, Эти стихи света, Которые приходят в этот мир Через Надежду Светлячок, Они, наверное, и должны быть Такими тихими, Чтобы душа каждого Могла услышать этот шепот света. Друзья, встречайте Эти тихие стихи света Вашими громкими аплодисментами! Чистое пространство, Гармония в себе, Мудрость бытия И чистота души. Душа, она достойна красоты, Она достойна чистоты. Душа заслуживает счастья, В балансе жить и процветать, В светлом пространстве творчества И добрых дел. Душа любви заслуживает, Любви светлой, чистой и прекрасной, И достоинства быть собой, Собой настоящим, Собой творящим, Сотворяющим свое пространство, Уютное, чистое, любящее, Достойное пространство, Достойно всех людей, Божественное пространство, Божественное достоинство В чистоте бытия, В красках радуги сияния, В первозданной красоте, Чистое сознание. Спасибо. Ну и завершает наш поэтический вечер Мужчина талантливый во многом. Всех его талантов не перечислить В оставшиеся три минуты, Поэтому просто приглашаю его снова На эту сцену. Друзья, Юрий Яковлев, Талантливый во всем мужчина. Ваши аплодисменты. Благодарю, отталантливый слышу, Олеся. И это, ты же знаешь, Что это все Бог через нас проявляется, Поэтому в каждом из нас много талантов, И, в принципе, все могут их проявлять. Вот, пожалуйста, Следующий поэтический вечер у нас тоже будет, Когда, наверное, уже на Возрождении, Там тоже можете проявиться. А сейчас я хочу вам прочитать Сказку небольшую. Вот почему-то она тоже вспомнилась, Что сейчас вот она была бы к месту. Это поэт такой, писатель, Роберт Рождественский, И сказка о добром джине. Может быть, кто-то ее знает. Поехали. Джин был добрым. Из бутылки вылез, А бутылку подарил мальцу. Стражники царевы подивились, Мимо них шагнула тень к дворцу. Царь, румяный, как шашлык по-царски, Глянул на волшебника хитро. Ты откуда взялся? Я из сказки. А сюда зачем? Творить добро. Значит, будешь требовать награду Золотишко, бархат, аршин? Может, точку царскую? Не надо. Ничего не надо. Я же джин. Царь перекрестился на икону, Скипетром покачивая в такт, И сказал сурово, Нет закона, Чтоб добро творили просто так. Засмеялся джин. Подался в город, И покрытый копотью лучин, Он сначала уничтожил голод, Громоте мальчишек научил, Лес дремучий вырубил без страха, Запросто остановил чуму. Люди относились к джину странно, И не очень верили ему. Их одно лишь интересовало. Все-таки скажи, открой секрет, Сам-то ты, неужто без навара? Я же джин. Ну, это не ответ. Не бывает так. Добро приносишь, Бедным помогаешь задарма, Ничего себе взамен не просишь. Понимаешь? Дураков нема. Джин засеял рожью поле брани. Люди ночью эту рожь сожгли. Рассыпал он истины, не брали. Планетарий выстроил, не шли. Джина избегали, Джина гнали. Дважды чудом спасся от толпы. Дружным хором Джина проклинали Пасторы, раввины и попы. Хаяли в костелках и мечетях, Тысячами шли на одного. Он бы умер в тягостных мучениях, Если б не бессмертие его. И, устав от мыслей раздраженных, Плюнул Джин на непонятный мир. И решил он разводить крыжовник, Ягоду, в которой витамин. Для себя. Над хутором заброшенным, Над последней страстью чудака, Плыли неплохие и нехорошие, Средние века. Ну все, на этой вот ноте Хотелось бы завершить Наш поэтический вечер. И у нас сейчас будет Следующее выступление, Следующая программа, Ее объявит Надежда. Друзья, поблагодарим всех участников. Давайте аплодисментами, Кто побаловал нас таким творчеством, Вспомнил стихи, подготовил. Друзья, еще будет поэтический вечер, Возможно, поэтому готовьтесь тоже. Мы еще раз благодарим всех И прерываемся на небольшую паузу. А после мы вернемся с концертом Замечательной, красивой, волшебной девушки Татьяны, Русь. Поэтому, друзья, Орел, Орел, понимаешь? Вот такая девица у нас прилетит к нам, друзья. Прерываемся и до скорых встреч Через 10 минут. Возвращайтесь к нам. Продолжение следует...